Интеллектуальный конкурс Таблица Менделеева, прочее, прочее, но это не так. Это возможность пообщаться с ними, познакомиться поближе и узнать, что вообще они думают о жизни. Да, мы не будем спрашивать, сколько будет 575 умножить на 370. Ибо сами не знаем. Давайте под ваши аплодисменты мы начнем наш опрос. Добрый день, меня зовут Елизавета Смолина, я представляю город Челябинск. Очень хорошо, Елизавета, маленькая история. Однажды на московском кинофестивале две кинодивы и настоящие легенды, Джина Лалавриджида и Элизабет Тейлор, встретились на приеме в Кремле в одинаковых платьях. В одинаковых платьях от Ив Сен-Лоран. Как бы поступили наши барышни? Разошлись бы, друг другу на глаза не попадались. Почему же? Ну, почему-то мне так кажется. Почему тебе кажется? Не буду наговаривать. Дивы делали так. Они не отходили друг от друга, как будто так было задумано, как будто они подружки, сговорились, сделали кассу и в Сен-Лорану и пришли вместе. Вот скажите, пожалуйста, насколько для вас важно быть уникальной, насколько для вас важно выделяться и быть неповторимой? Еще раз добрый вечер, зал. Добрый вечер, уважаемые жюри. Как для любой девочки, для меня, конечно, важно выделяться и чувствовать себя особенной, но при этом оставаться искренней и делать так, чтобы это не мешало никому вокруг. То есть отчаянно выделиться не хотите? Нет, так не хочу. А если бы вы пришли в одинаковых платьях с какой-то другой дивой, как бы вы поступили? Я бы дружила. Дружила, делала селфи в Инстаграме и радовала всех своей улыбкой. Ну, путем Джин и Лалабриджита идете. Спасибо огромное, аплодисменты. Добрый вечер всем. Меня зовут Верина Арина и я представляю город Екатеринбург. Итак, мой вопрос. Я тебе напомню, что в мире за год проходит 40 недель моды и 100 официальных фэшн-мероприятий. Пять самых известных недель моды проводятся в модных столицах мира Милан, Нью-Йорк, Берлин, Лондон и Париж. Характер какого города из вышеупомянутых отвечает вашему стилю и почему? Знаете, мне кажется, что стиль каждого города очень интересен и многообразен. Но, к сожалению, я не смогу выбрать какой-то один из городов, потому что я люблю одеваться по настроению. Правильно. Правильно. Пусть будет так. Большое спасибо. Отличный, отличный ответ. Ну, вообще, если с городом себя сравнить. Вы динамичная Москва, вы ультрасовременный Токио, вы высотный Нью-Йорк. Или элегантный Париж. Вы потрясающий Барнаул. Вы Таганрог. Кто вы? Мне кажется, я отношусь как к Москве, так и к Парижу. Все-таки элегантный Париж. Ну, и так, и так. Ну, пусть будет так. Не смогла выбрать. Так и запомним. Спасибо огромное. Ну, девушкам всегда сложно выбрать. Да, понимаю. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Мельникова Дарья. Я представляю город Нижний Новгород. Отлично. Даша, у меня для вас вопрос. Но не про Нижний Новгород, а про Нью-Йорк. Существует такая легенда, дамы и господа. Эстелаудер, вы знаете, кто это? Да? Великая Эстелаудер. Эстелаудер однажды раскрутила продажи своих духов. Было это так. Ну, вот не шли дела, не запустился новый аромат. Она пришла в магазин в Нью-Йорке и будто бы случайно разбила флакончик своих духов. Покупательница тут же, о, боже, что это? Так здорово, так приятно. Откуда это? И она говорит, а вы знаете, это мое. Да. А вот магазин не продает. А вы видите, как людям нравится? Да, и магазин сразу пошел на контракт с ней, и вот, в общем, продажи пошли. Скажите, пожалуйста, существует ли человек, чья история успеха вас вдохновляет? Модельер, не модельер, исторический деятель, политик, певица. Кто вас вдохновляет? Это скорее не человек, а женщины, которые добились грандиозного успеха. Женщины тоже люди? Так, я вам чуть-чуть. При этом оставляю в себе свою женственность и нежность. То есть конкретных фамилий не хотите, чтобы никого не обидеть? Если говорить про личность, то меня вдохновляет король Георг VI, который... А женщины куда подевались? Ну, женщины — это как все-таки нежность, красота. А как личность Георг VI, который имел недуг, и который преодолел его, и показал, что вот он смог, и у него все получилось. Тут самый король говорит. Да, да. Потрясающе, спасибо. Огромное спасибо, аплодисменты. Всем добрый вечер. Меня зовут Ралина Арабова. Я представляю Республику Татарстан. Очень прекрасно. Мой вопрос к тебе таков. Для того, чтобы стать дизайнером высокой моды, человек должен получить подтверждение от Парижского синдиката моды. Это руководящий орган моды в Париже. Всего только 14 домов моды из огромного количества дизайнеров имеют такое подтверждение от кутюр. Среди неутвержденных претендентов есть большие дизайнеры. Представляешь, такой дизайнер, как Джорджи Армани. Как вы поступаете в жизни? Добиваетесь самых высоких целей, несмотря ни на что, или цените спокойствие и гармонию? Ты вот можешь пойти по головам? Чтобы достичь определенной цели, нужно учитывать свои возможности. И, конечно же, благодаря поддержке своих близких и родных верить в то, что все обязательно получится. Но в трудных ситуациях спорных вы будете бороться, рвать, метать или нет? Красиво отойдете в сторону. Пусть сами как-нибудь, а я потом приду, когда пена уляжется. Я считаю, что нужно оставаться всегда самой собой. И если человек такой именно, который идет по головам, А вы какая? А я не такая. Отлично. Оставаться человеком, да? Да, нужно всегда оставаться человеком, гуманно относиться ко всем. И за это вы получаете порцию аплодисментов. Молодец. Добрый вечер, уважаемые члены жюри, дамы и господа. Меня зовут Санько Алина. Я представляю город Азов. Отлично. Дизайнеров может вдохновить все, что угодно. Какая-то увиденная картина, услышанная мелодия, новое знакомство, путешествие. Все, что угодно может вдохновить на создание прекрасного. Что вдохновляет лично вас? Вот когда нет настроения, когда кончились силы, чем вдохновляетесь? Спасибо за вопрос. Я рисую, занимаюсь этим профессионально, и меня вдохновляет все вокруг. Это люди, их поведение, характер. Это животные, это красота нашей природы. Это архитектура. Абсолютно каждая мелочь. И вы сказали, что вы рисуете. Публике интересно, в какой манере, в каком стиле вы пишете? Знаете, я много стилей опробовала, и мне все интересны. Ну, это ж гуашь, это акварель, это масло. Это ж гуашь, это и масло, это и текстурная паста, это и акварель. Я считаю, вы должны поаплодировать, друзья. Чем громче аплодируете, тем выше шансы, что когда-нибудь портрет кисти нашей суперфиналистки украсит вашу коллекцию. Портреты пишете? Да, пишу портреты. Заказы принимаете? Принимаю. Дорого? Можно договориться. Какая-то небольшая реклама сейчас. Браво! Можно договориться. Спасибо огромное. Вдохновение вам. Добрый вечер, зал. Добрый вечер, уважаемые члены жюри. Меня зовут Качанова Полина, и я представляю Тюменскую область. Как это было красиво и томно. Тюменская область. Аплодисменты. Я сейчас тебе расскажу небольшую историю про модный дом «Эрмес». В 2010 году модный дом «Эрмес» представил самую большую сумку. Ее высота составила почти 4 метра. Представляешь себе? Сумка шилась мастерами вручную почти 5 месяцев. Что бы ты взяла с собой из дамской сумочки, если бы оказалась на необитаевом острове? Какая большая сумка. Вообще, женская сумочка, мне кажется, это целая вселенная, и в нее можно положить все, что угодно. Особенно, если она 5-4 метра в высоте. Да, конечно. Особенно, если она от известного бренда. Что бы вы взяли? Вот одно из сумочки своей. Я думаю, я бы взяла зеркало. Оно бы мне помогло, допустим... Поправить прическу на необитаемом острове, это очень важно. Не только. Оно бы помогло мне солнечный луч поймать и подать сигнал в СОС. Умница. Аплодисменты. Еще какой-то предмет спросишь или достаточно? Ну, я не знаю, но можно... А что бы ты еще могла взять с собой? Зеркальце уже есть. Зеркальце есть. Вот что бы еще? Вот еще два таких можно. Спички, костер изжечь и, наверное, что-нибудь вкусненькое. Сразу видно, ходила в походы в детстве. Аплодисменты. Прекрасный ответ. Как вас зовут? Откуда вы? Добрый вечер, уважаемые члены жюри. Добрый вечер, дорогие гости. Мой номер 37, и я представляю Чувашскую республику. Меня зовут Тихонова Юлия. Отлично. Это аплодисменты. Мэрлин Монро, небезызвестная нам всем, говорила так. Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир. Ваше главное оружие в покорении мира. Чем вы собираетесь покорить и нашу публику, и этот мир? Спасибо за вопрос. Мы старались. Сейчас я считаю, что очень важно иметь не только красивую внешность, но и быть умной, красивой внутренне. Поэтому я считаю, что каждая девушка сможет покорить наш прекрасный мир не только прекрасной, открытой улыбкой, но еще острым умом и своими знаниями о нашем мире. Это вы сейчас за мир во всем мире, за каждую девушку. А нам интересно про вас. Вот лично вы чем, так сказать, сразительно повал? Своим умом и своей открытой, искренней улыбкой. Аплодисменты. Прекрасный, остроумный ответ. Добрый вечер. Меня зовут Калязина Екатерина. И я представляю Ленинградскую область. Так, аплодисменты от тех, кто бывал в Ленинградской области. Мой вопрос к тебе. Героиня Ирины Муравлевой в фильме «Самая боятельная и привлекательная» повторяла себе каждый день. Я самая боятельная и привлекательная. Что бы вы посоветовали повторять девушке, если бы она хотела чувствовать себя уверенной и королевой? Спасибо. Вы знаете, я посоветовала бы каждой девушке говорить себе как мантру для уверенности. Я самая харизматичная, романтичная и уверенная в себе. Спасибо. Спасибо. Мы ждем нашу следующую участницу. Добрый вечер, уважаемые жюри, гости. Меня зовут Елена Розенкова. Я представляю город Ростов-на-Дону. Отлично. Лена, для вас очень простой вопрос. Дизайнеры в большинстве своем утверждают так. Мы не шьем одежду. Мы создаем мечты, да, мечты, образы. Вот лично вы о чем, кроме покорения конкурса и короны Мисс Россия, мечтаете? О чем ваше мечтание? Вы знаете, я мечтаю найти дело, которое будет приносить мне удовольствие и людей, которым я нужна. Спасибо. Что это могло бы быть, если вы в поиске? Вдруг сейчас, боже, хочу помочь в этом деле. Я пробую себя в разных направлениях, и я, к сожалению, пока не нашла свое дело. Удачного поиска. Спасибо. Поддержите, помогите. Благодарю. Здравствуйте, уважаемые члены жюри, дорогие гости. Меня зовут Гусева Виктория, и я представляю Московскую область. Французский моделер Ивса Лоран сказал, что мода проходит, а стиль вечен. Какие человеческие качества должны оставаться неизменными, как ты думаешь? Я считаю, что человеческие качества должны быть неизменными, такие как любовь. Прежде всего, надо любить и быть любимым. И это поможет нам для создания всего созерцания мира и всего самого наилучшего. Я, конечно, не хочу углубляться в филологию, но, по-моему, любовь — это не качество, а чувство. Все-таки из качеств. Вот что в человеке должно быть такое, что не вымывается ветрами времени? О, как! Я считаю, что это доброта, целеустремленность и честность. Пусть будет честность. Спасибо большое. Аплодисменты. Прекрасный набор. Итак, дамы и господа, наши участницы с честью выдержали эти интервью. Они показали себя не только прекрасными внешне, но и гармонично развитыми натурами. И это здорово, и это достойно ваших аплодисментов!